Дети наши выросшие тоже. Я думаю, что вот вы сейчас смотрели, кто-то спросил там, а что это, а что это? Смотрите, ну неужели костюмы-то Балу не узнали? Да, конечно, ведь это все костюмы, которые мы взяли у Балу. Мы познакомились с ним вот через Овравиль, и сразу же задружилась я с ним, потом стала я туда приводить своих детишек, свою студию, проект «Музыка. Дети. Театр». А сегодня мы решили вспомнить этот спектакль, этот спектакль по сказкам Балу, который мы сделали и с его костюмами, и на этом спектакле на премьере он был. Вы потом увидите, он там в конце сидит в зале и все это смотрит, его привезли посмотреть. Ну что, и сегодня мы попробуем, это полная импровизация, никакой же это не спектакль, это полная импровизация. Просто мне было интересно, что дети, те, кто были в проекте, в основном продолжают свою артистическую музыкальную карьеру. И сегодня здесь у нас вот Гилярова Мария, иди вставай сюда, которую вы видите вот в черном платье, она была такая маленькая девочка, сейчас она уже на каком курсе? «Заканчивает училище». «Заканчивает училище уже Мария, музыкальную, да, Рибского-Корского?» «Да. Вот. И Соболев Николай, который там, вот это мой старший сын Глеб, а вот это мой младший сын Николай, который тоже участвовал. «Возрослый». Вот. И мы решили сделать так, совместить все это во времени, потому что на самом деле времени-то никакого и нет. Вот. Балу сегодня так управил, что я после четырех уроков актерского мастерства и перед еще четырехчасовой репетицией успела сюда вырваться, чтобы нам вот это вот все сделать. Наверное, мы сделаем так. Попробуем. Это будет эксперимент. Мы поставим начало, это 25-я минута, 18 секунд. Начало последней сказки в спектакле. И мне кажется, она прямо, действительно, я не помнила, какие там сказки, но вы сейчас услышите и поймете, она прямо посвящена Балу самому. Хотя это его сказка, и никто не думал, что так получится, что она прямо говорит о нем самом. Вот. Да, я сейчас скажу еще. Вот. И мы попробуем совместить, возьмем начало оттуда, а продолжим мы уже здесь. И закончим эту сказку здесь. Спасибо. Коль тебе нужно. Так, нас будет слышно? Да, мы будем говорить. Хорошо. Так, тебе нужно что-то, Паша? Арамская пронисессия. А я художник. Я волшебник. Я был волшебник. Никто не знал, что между головой всегда светит солнце. И, наверное, поэту, в картинках, которые он писал, всегда присутствовал свет. Он свет создавался не только белыми, красными, жёлтыми красками, но это был поистине живой источник. Благодаря которому картины оказались окнами, развивающимися мной, но вполне реальными. Если только он лес, то из картины началось пение, запах деревьев, трав, трюков, шелестный сквозь. А если только была панорама, то шум прибой наполнял комнату. Морские камни могли обочить лицом близкого нашедшего зрителя. И настоящий день запросился по комнате, ждывая заморецки. И, конечно же, в изображенных волшебных термах, в вечерах, ждут все дни, слышали звуки музыки, пенингами. Но, чтобы всё это увидеть и почувствовать, надо было сначала самому узнать и полюбить художниками. И познакомиться с ним. И самому получить его дружбу и многословение. Впрочем, это было не так уж и трудно. Двери художников всегда были открыты для всех. Да и он сам, смотри, разъезжал по свету со своими картинами. И еще разъезжал по свету со своими картинами. Играет музыка Знаменитый художник, советуем взять автограф Единственная выставка, спешите! А уж сердце его было так щедро и обильно любовью, что скорее его можно было упрекнуть в излишней расточительности Ну вот пришло время, и однажды художник-волшебник ушел в тот прекрасный мир, которому служил всю свою жизнь Эта картина моя, мне ее посвятил художник Я покупаю 10 тысяч долларов Кто больше? 20 тысяч 20 тысяч раз 30 тысяч 30 тысяч, кто больше? Стойте! Разве можно раздавривать достояние страны? Оно принадлежит родине? Он слишком много ездил по разным городам и странам, и там оставлял свои картины Картины принадлежат родственникам, он ничего не оставил, мог бы позаботиться о близких Стойте! Имущество арестовано! Смотрите! В картинах больше нет света Картины тяжело больные И могут совсем погаснуть, если какое-нибудь чудо не спасет их А что же теперь делать? Надо забыть все распри и позвать художника Птицы перестали петь на твоих картинах, художник И по вечерам огонь не зажигается в наших окнах домов Окна? Море не шумит И цветы не благоухают больше Что нам делать? Что нам делать? Хорошо, сказал художник Я верну жизнь и свет картинам Но вы должны были понять, что этим же светом и жизнью вы обладаете сами Так же, как и я Я не творил чудо для вас, но утверждал, что вы такие же обладатели волшебных сил Вы такие же обладатели волшебных сил Да, свет повсюду Но только вы сами можете открыть его себе А затем впустить в мир В этом ваша цель Впустить в мир, в этом ваша цель Ни я, ни самые могучие волшебники не смогут за вас сделать это Лишь каждый должен устремиться вглубь себя И открыть двери своей души Там свет Открыть двери своей души Там свет Он оживотворит любое ваше дело Так же, как этот же свет освещал мои картины И в этом весь смысл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок